Здравствуйте, друзья! Малала-малала мясо с утра. Вспомнила, что надо записать. Вот, совсем изговорилась. Вот, теперь записываю только. Мясорубка еще мамина, старинная. Пошла сейчас, сходила в 8 часов. Время без соседей. Пока магазин открылся в 8. Хотела купить, ну, такую электрическую, современную мясорубку. Там одни китайские остались, говорит, хорошие белорусские были. Около пяти тысяч. Разобрали, я не успела купить. Теперь надо ждать, во вторник машина пойдет. Неизвестно, что они там привезут еще, говорит продавец. Не знаю, какой груз будет. Но пойду во вторник, может, куплю. А пока буду на этой допотопной машинке, мясорубке работать. Котлеты, свинина, говядина. Мясо сейчас сделаю, измелю и сделаю котлетки. А может быть, с рисом. Лук уже тут из малого. Лук уже есть. Это еще мясо мерзлое. Пусть тарит. Вот уже сколько намного. Перец не буду ложить. Вот с огуром. Перец поднимаю. Чеснок. Упал куда-то. Немного чеснока. Луку. Хлеб еще надо добавить. У меня калач где-то черствой. Чеснок. ХлебTнк. Прискнули. Упал. Прискнули. Прискнули. Также уложи. Замочу сейчас в воде хлеб и, пожалуй, не буду рис. Мне всегда тесно. Всегда не хватает площадей. Так, соли. Перец не буду класть. Лучше себе потом отдельно положу. Так, лук уже здесь есть. Обязательно всегда его отбиваю, чтобы воздухом напиталось. Можно яйцо разбить. Чтобы не разваливались. Разобью яйцо. Хлеба не мало будет. Может добавить? Добавлю еще сухого. Там уже вода есть. Как раз мясорубку прочищу. Потом мясо буду новое молоть, чтобы не было чеснока, луком. Прочищу хлебом. И воды добавить еще сюда. Так. Ну вот. Включаем плитку. Наливаю. Наливаю масло. Так. Так. Приступим. Котлетки сделаем. Так. В муке уваляем. Так. Наливаю. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока жарится, сделаю. Остальные уберу в морозилку. Везде у меня места не хватает. Все, на два раза котлет хватило. Нам хватит. Это уберу в морозилку. Чтобы у меня смеситель наладил. Субтитры сделал DimaTorzok Пойду унесу в морозилку. Котлетки будут у нас с картошкой. Три картофели, но небольшие. Нам с дедушкой хватит. Пока картошка варится, спробуем котлетки. Вот такие котлетки. Как же бы показать-то? Нормально, мягкие. Не то, что я в Сретенске в кафе ела. Их невозможно было разломить. А эти мягкие. Легко разламываются. С картошечкой будет еще вкуснее. Еще зелень добавлю. Дедушка любит круглую картошечку без пюре. Дедушка любит круглую картошечку без пюре. Сейчас пойду кормить его. Никас, скажите, когда работали над биографиями? Я так понимаю, что для того, чтобы сделать работу именно такой, которую мы встречаем в этой книге, когда читается характер, в принципе, уже глядя на лицо, можно понять, что этот человек непростой, глубоко внутренне насыщенной жизнью живет. И как-то умудрились вот это показать. Мне это очень понравилось. Изучали биографию героев перед написанием партнета? Если так, как глубоко. И допускали ли вас к архивам? Хотя бы фотографическим. Вы знаете, нет. У них все строго засекречено. Я не являюсь сотрудником. Но доверие возникает в плане, когда они что-то кого-то, они обращаются. И пока для себя делают, потом это открывают. Правда, продолжилась эта история с этими портретами. И поняли, что это интересно и для службы, и для людей, чтобы они узнавали. Мы же в неведении сейчас, понимаете. Но если найдется еще и какой-то писатель такого вот уровня канала Доли, хотя им может быть и Николай Долгополов, который невероятно вкусный, интересный, пишет ничего лишнего, все четко. Да, кажется сухо, но на самом деле очень насыщенно. Друзья, я с вами прощаюсь на этом канале. Ой, окошко. Прощаюсь. Переходите на мой дзен. Яндекс.Дзен. Там тоже крановая Елен называюсь. Сейчас буду дедушку, отца купать. Выложу на его канале «Жажда жизни у Гохи». Заходите на тот канал, там вся жизнь моего отца. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. Всего хорошего. С вами была Елена, Забайкальский край, Россия.